Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Ремонт дороги на Кукуевку. Делать хорошо, не знаю, как дальше будет, но пока хорошо. И я рад. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. В прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ. Неудачный стартап. Молодые люди задержаны за организацию проституции. За что задержан? Откуда я знал? Новые акции детей летнего лагеря «Созвездие». Дети – это наше будущее, это наше счастье. И поэтому мы с вами должны к ним относиться бережно и учить их безопасному поведению не только на дорогах, а вообще везде в городе. Об этих новостях и не только подробнее. Открытие нового колеса обозрения в Смоленске запланировано на вторую половину августа. В Лопатинском саду работы идут полным ходом. Самая сложная часть строительства позади. Уже установлен фундамент и основные несущие конструкции. По плану монтажа аттракциона идет установка кабинок. Известно, что их будет 18. Каждую оборудуют кондиционером и системой обогрева, так что кататься на аттракционе можно будет круглый год. Все кабинки будут оснащены мягкими сидениями и небольшим столиком. Одну из них приспособят для людей с ограниченными возможностями. Старое колесо обозрения, проработавшее около 30 лет, было демонтировано в 2017 году по причине изношенности. Дорога на Кукуевку. Испытания как для жителей, так и для подвески автомобиля. 30 июля на одном из участков разбитого полотна начались ремонтные работы. Подробности далее. Благотворительный проект «Смоленск АЭС. Мой любимый город» в Десногорске работает не первый год. В 2018-м благодаря этой программе удалось решить наиболее острые задачи муниципалитета. Проект продолжает действовать и сейчас. Одна из текущих задач – ремонт дороги на Кукуевку. Дорожная техника приступила к работе с 30 июля. У нас сегодня работает 4 единицы техники. Выполняем средства асфальта. Подготовку к асфальту новому. Объем сегодня работаем с 8 до 5. Объем выполнить 6 тысяч квадратов. Ремонт дорожного покрытия выполняет подрядчик из Рославля ДЭП-44. Контракт на работу уже подписан с Десногорским предприятием службы благоустройства. Отношение к ремонту у местных жителей однозначное. Отношусь положительно. Мое пожелание такое, чтобы это, если это хорошо началось, чтобы хорошо закончилось. Делать хорошо. Не знаю, как дальше будет, но пока хорошо. И я рад. Программа «Мой любимый город» действует при финансовой поддержке Госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС. При этом проект учитывает мнение горожан. По итогам анкетирования, которое провели в мае-июне 2019 года, жители Десногорска определили, что именно этот отрезок дороги требует скорейшего ремонта. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ Трагические события в детском палаточном лагере в Хабаровском крае привели к дополнительным проверкам оздоровительных учреждений по всей стране. Контроль мер безопасности проходит и на Смоленщине. В 2019 году уже проведено около полутора тысяч мероприятий в летних лагерях области. Это пожарные инструктажи, тренировка действий при экстренных ситуациях, отработка первичных навыков пожаротушения. Сегодня на территории региона работают 220 оздоровительных организаций и один областной палаточный лагерь. Все они оснащены тревожными кнопками экстренного вызова, телефонными аппаратами, системой наружного видеонаблюдения, а также пожарной сигнализацией. Тем не менее, губернатор области Алексей Островский призвал привести внеплановые проверки всех оздоровительных организаций. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой три раза, по вскрытию дверей два раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 644 сообщения, из них 211 ложных. Поступило 13 просьб от населения, из них отработано 8, переадресовано 5. Эксперты из Общероссийского объединения пассажиров считают, что нужно запретить некоторые ресурсы для путешественников. Предлагаемый перечень содержит две сотни сайтов «Блаблакар», «Яндекс.Автобусы», «Ванту Трип», «Ту Ту» и многие другие. Инициаторы идеи считают, что это хороший способ борьбы с перевозчиками-нерегалами. Предложение собираются обсудить в Государственной Думе. Тем временем участники рынка уже протестуют. Они боятся, что подобное решение может привести к монополии и подорожанию билетов. Также велика вероятность того, что против будут и пассажиры. Упомянутые в черном списке ресурсы – порой единственный возможный способ добраться до пункта назначения быстро и недорого. Сотрудники полиции Смоленской области задержали подозреваемых в организации проституции. Жесткий прием бизнесменам устроили прямо на проезжей части. Подробности далее. Цену любви хорошо знают эти два молодых человека из Смоленска. Они подыскивали девушек из различных регионов России и обещали им высокооплачиваемую работу. При этом сфера оказания интимуслуг отпугивала далеко не всех. Сутенеров и их работниц задержали в разгар рабочего дня по пути из сауны. При этом свою вину молодые люди признавать не спешили. За что задержан? Откуда я злала? Злала? Что за девушка в машине? А? Что за девушка в машине сидит? Просто девушки. В результате обысков у задержанных изъяты предметы и документы, которые подтвердили их незаконную деятельность. Молодые люди планировали рабочий график девушек, доставляли их по адресам клиентов и обеспечивали их безопасность. Часть полученных от клиентов денег они забирали себе. Подозреваемыми были заключены негласные соглашения с сотрудниками некоторых бань, саун и гостевых домов, расположенных на территории города Смоленска. Так, заказы в агентство поступали не напрямую от клиентов, а от администраторов данных заведений. За сотрудничество и предоставление помещений для оказания интимных услуг сотрудники бани саун получали денежное вознаграждение. Полицейские выяснили, что организаторы приглашали девушек на работу через интернет. Смоляне готовятся отпраздновать День Адигитрии. Праздник в честь главной смоленской иконы Божьей Матери отмечают 10 августа. В администрации региона состоялось заседание рабочей группы по организации торжеств. Его возглавил губернатор Алексей Островский. В праздник и накануне будут совершены богослужения в Свято-Успенском соборе, где находится чудотворный список иконы Адигитрии. В Смоленске планируется приезд 20 архиереев, а также множество паломников. Губернатор Алексей Островский дал поручение создать комфортные условия и безопасность для всех участников торжества. Считается, что смоленская икона ограждает и защищает западные пределы России. 30 июля дети летнего лагеря «Созвездие» совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Возьми ребенка за руку». Они напомнили взрослым о том, как правильно вести себя на дорогах, но на этом добрые дела не закончились. Подробности в сюжете. Ребята со специальными флажками отправились в центр города, где гуляет большое количество родителей со своими детьми. Юноши старшего отряда взяли с собой заранее подготовленные трафареты и краску, чтобы нанести на тротуар предупреждение. Решено было сделать акцент на безопасности пешеходов с детьми. Теперь, подходя к переходу, родители увидят предупреждение и возьмут ребенка за руку, чтобы он случайно не выскочил на дорогу. Очень хорошая акция. Мы рады, что мы поучаствовали. Спасибо большое ребятам за то, что они старались. Также сами дети становятся более осмотрительными, меньше совершают нарушения. «Когда я перехожу дорогу, то я иду на зеленый свет. Когда я иду с мамой по переходу, беру ее за руку». После этого малыши подключились к всероссийской акции «Безопасность детства». Они провели осмотры игровых и спортивных площадок, находящихся в центре города. Самые качественные и безопасные комплексы, по мнению детей, были отмечены значком качества. Также на проверенных площадках они разместили информационные листовки, где указаны телефоны экстренных служб. «Горки очень хорошие. Это хорошо, что у нас в Десногорске сделали еще новых горок. Мы проверили их и будем проверять еще остальные». Создание условий для безопасного отдыха детей – предмет особой заботы всех причастных структур и залог спокойствия родителей. «Дети – это наше будущее, это наше счастье. И поэтому мы с вами должны к ним относиться бережно и учить их безопасному поведению не только на дорогах, а вообще везде в городе». Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. И коротко о погоде. 2 августа в Десногорске переменная облачность возможен дождь. Температура днем плюс 18, ночью около 12 тепла. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!